Это крайне сложная игра. Надеюсь, что для обеих команд. Потому что обе команды выступают на высочайшем уровне. Вот и все. Мы находимся в самом начале сезона. И этот сезон нельзя сравнивать с предыдущим. Абсолютно разные сезоны и разные условия. Абсолютно все изменилось. Сейчас мы проходим достаточно сложный и напряженный отрезок сезона. И для нас важно выставлять оптимальный состав. И показывать наш лучший футбол. В нашем случае нам придется сыграть против Манчестер Сити. Очевидно, что это один из самых сложных соперников во всем мире. Вот собственно и все. Я наслаждаюсь такими матчами. Наслаждаюсь подготовкой к ним. Но от этого они не становятся легче. Задача остается сложной. Последнее время мы часто видим фантастические выступления Диогу Жоты. Но стоит отметить, что на текущий момент на этой позиции у вас имеется четыре футболиста. И каждый из них способен показать потрясающее выступление. Во-первых, слава богу, у нас куда больше атакующих футболистов. И на текущий момент каждый из них важен для нас. Это и Дива Кариги, и Шакири, и другие футболисты. Так и Минамино. И это очень хорошо, что есть из кого выбрать. К сожалению, не во всех линиях у нас подобная ситуация. И тем не менее, это хорошо. Также это прекрасно, что Диогу так быстро освоился в команде. И это прекрасно, что он так уверен в себе. Потому что это делает его задачу еще проще. Даже если бы он не забил столько голов, сколько он забил на текущий момент, это не сделало бы его худшим игроком. Это было бы абсолютно нормально, если бы он не смог использовать свои шансы. То, как он играет, естественно, нравится мне. Мне нравится то, как он действует, то, как он играет, то, как быстро он вышел на этот уровень. Это определенно очень позитивный для нас момент. В общем, да, у нас есть множество атакующих игроков. Все они качественные футболисты. Именно поэтому они здесь. Вы сказали, что по сравнению с прошлым сезоном многое поменялось. Но главное, что поменялось, согласно статистике, это количество команд, которые побеждают на выезде. Соответственно, многие команды начали проигрывать дома. Но не ваше. Скажите, лично для вас, есть ли отличия, играете вы дома или на выезде? Да. И в чем разница? Я не знаю. Просто мы любим играть на Энфилде. Это превосходное место. Все начинает раздевалки здесь прекрасно. Буквально все. И к тому же это наш дом. В этом главное отличие. При этом я хочу сказать, что наш настрой на матчи не меняется в зависимости от того, играем мы дома либо на выезде. Это не значит, что дома мы играем в доминирующий футбол, а на выезде в контратакующий. Но сейчас я сказал это и понимаю, что в матче против Манчестер-Сити мы вполне можем использовать контратаки. Это случается с нами даже в домашних играх. Мы забиваем на контратаках. Во многом все зависит от наших оппонентов. На Энфилде происходило многое. Годы назад мы забивали многое и также много пропускали. Например, когда победили со счетом 4-3. Против Манчестер-Сити также бывали разные матчи. Последний матч на выезде мы проиграли со счетом 4-0. Но опять же, тот матч сложно сравнивать с другими. Потому что тот матч состоялся всего за три дня до того, как мы получили трофей английской премьер-лиги. Это было действительно особенное для нас время. Я не считаю, что ключевое значение имеет то, играем мы дома либо на выезде. Главное, чтобы у нас был соревновательный дух. Главное, чтобы мы понимали, что у нас есть конкретный план. Важно, чтобы мы не зацикливались на сопернике. Чтобы мы защищали все, что у нас есть. Мы должны будем использовать все свои шансы. Но это сложно. Особенно против таких соперников. Матчи против Сити всегда очень сложные. Именно к этому мы и готовимся. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport UA. Подписывайся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...